Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертауском многофункциональном центре открылись два дополнительных окна для предпринимателей. В электронном терминале теперь есть отдельная новая строка. С директором филиала и предпринимателями, которые первыми воспользовались услугами центра посредством новых окон, беседовал Константин Меркушев. 20 октября стартовал очередной этап конкурса на субсидирование малого и среднего предпринимательства. Прием документов по-прежнему осуществляет многофункциональный центр. Правда, с некоторыми изменениями. Если раньше центр работал в одном режиме для всех, то теперь поток посетителей разделили. Для предпринимателей были открыты дополнительные окна. У нас в МФЦ на данный момент функционируют два окна МФЦ для бизнеса. В данный момент у нас именно с сегодняшнего дня стартовал очередной этап субсидирования, прием документов для субсидирования малого и среднего бизнеса. В связи с нововведением претерпел изменение функционал терминала. У бизнесменов теперь есть возможность проходить отдельную очередь. Обслуживание стало удобнее и быстрее. В первую очередь это приоритетность в плане очереди. То есть у нас в электронной очереди сейчас отдельная выведена строка МФЦ для бизнеса. То есть субъекты малосреднего предпринимательства могут в порядке отдельной очереди подходить и обслуживаться в этих двух окнах. Сами предприниматели в восторге. Бизнесмен Денис Тихонов приходит подавать документы в третий раз. Сегодня он отметил удобность данного нововведения. Вообще очень удобно. Во-первых, сам по себе МФЦ очень удобная организация. То есть можно прийти и все необходимые тебе услуги, если что-то нужно, с недвижимости и так далее. Все это сделать в одном месте. Не надо куда-то бегать, собирать какие-то справки и так далее и тому подобное. А для бизнеса, конечно, пришел, получил талончик. Можно даже, в принципе, не ждать очередь. Уже примерно представляешь, сколько по времени будет тот или иной человек находиться у окна. Мне девушка сказала, что вы взяли талончик, вы подойдите к пол-перому. Все, то есть я уже здесь сидеть не буду, к пол-перому подойду и вполне спокойно, не торопясь, дам документы. Наряду с услугами субсидирования в МФЦ предоставляется ряд других услуг для малого и среднего бизнеса. Это регистрация, ликвидация, внесение изменений. Все услуги, связанные с налоговым органом. Кроме того, МФЦ предоставляет услуги Федеральной корпорации малого и среднего предпринимательства. Желающие участвовать в конкурсе могут обратиться в МФЦ, где смогут получить информацию о видах поддержки, которые предоставляет данная корпорация. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В очередной раз подошел срок уплаты имущественного и транспортного и иных налогов. В этом году уже действуют, а в последующих еще предполагаются некоторые изменения. Информацию мы решили узнать, что называется, из первых уст и связались для этой цели с пресс-секретарем налоговой инспекции Эльвирой Шумаевой. Она у нас на связи. Эльвира Робертовна, здравствуйте. Известно, что были изменены сроки уплаты имущественных налогов. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Здравствуйте. Уважаемые жители города Кумертау и ближайших районов. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы сообщает о том, что перенесен срок уплаты имущественных налогов. Налог на транспорт, на землю, налог на имущество физических лиц в этом году вы должны оплатить до 1 декабря 2016 года. Как известно, налоговая инспекция высылает соответствующее уведомление. Если оно по каким-то причинам не дошло до налогоплательщика, что ему делать? Да. В этом году срок поменялся. Если вы не получили налоговые уведомления, то вы можете обратиться в налоговую инспекцию. Если у вас есть интернет, то вы можете на официальном сайте налоговой службы налог.ру через личный кабинет для физического лица распечатать свое уведомление и квитанции. Если вы относитесь к льготной категории граждан, то вы должны написать заявление, так как заявление носит заявительный характер и вам сделают перерасчет налогов. Если вы уже давно не передавали это заявление, то вам сделают перерасчет за последние три года. С этого года расчет налогов на имущество граждан претерпел существенные изменения. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Да. В этом году налог на имущество исчисляется из кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость приравнена к рыночной. Все вопросы по начислению кадастровой стоимости вы можете обратиться в Росреестр. Налоговый орган всего лишь начисляет на данную стоимость налог. Но правительство предусмотрело, что налог на имущество будет увеличиваться поэтапно до 2021 года. По 20% каждый год. Поэтому полноценно вы его оплатите только в 2021 году. В завершении хотелось бы узнать, есть ли изменения в налоговом законодательстве касательно земельных участков. Земельный налог в этом году под многоквартирными домами не исчисляется и не уплачивается. В принципе, у нас в Башкирии уже во многих городах он уже не оплачивался. Теперь полностью нигде никто платить за эти земельные участки не будет. Еще раз налоговая служба напоминает вам о том, что срок уплаты имущественных налогов 1 декабря. Уважаемые граждане, не забудьте своевременно оплатить налог. Спасибо за ваши ответы. Я напомню, что у нас на связи была пресс-секретарь налоговой инспекции Эльвира Шумаева. И мы беседовали о нынешней кампании по налоговым сборам. В Кургазинском районе была открыта и введена в эксплуатацию вторая очередь Бугульчанской солнечной электростанции. Команду на пуск по видеосвязи с Российского энергетического форума дал в том числе министр энергетики Александр Новак. Гостей на открытии нового объекта торжественно встретили творческие коллективы районного Дома культуры. Поздравил всех присутствующих со знаменательным событием, исполняющий обязанности главы администрации района Ахат Кутлу Ахметов. От имени всех кургазинцев выражаю огромную признательность инвестору данного проекта общества с ограниченной ответственностью «Авилар Салар Технология» под руководством генерального директора Олега Игровича Шуткина. Коллективу строителей этого важного объекта за содействие и своевременно выполненные работы. Хочу пожелать вам плодотворной работы, дальнейших успехов в созидательной деятельности на благо многонациональной республики и России. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с открытием второй очереди солнечной электростанции. Также в рамках мероприятия за профессиональные достижения были вручены благодарственные письма лучшим сотрудникам Бугульчанской солнечной станции. Приветствую награждаемых! Первая очередь станции была запущена в декабре 2015 года с мощностью в 5 мегаватт. Теперь после запуска второй мощность станции составляет 10 мегаватт. После традиционной церемонии перерезания красной ленты гостей пригласили на видеомост с форума в Уфе с министром энергетики России Александром Новаком. Генеральным директором компании «Хэвел» Игорем Шахраем, также вышедшим на прямой эфир со станцией, было объявлено, что в будущем планируется увеличить мощность станции до 60 мегаватт по республике до 2018 года. Одним из почетных гостей мероприятия стал генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технологи» Олег Шуткин. Компания является оператором проекта Бугульчанской станции. Он поблагодарил всех сотрудников за успешную деятельность на действующем объекте, а также районный муниципалитет за поддержку в строительстве станции. Здесь, в Киев-Газинском районе, нам выделили землю под строительство. Для нас это один из самых главных факторов поддержки местных органов власти, когда нам обеспечивают площадку и присоединение к сетям. А мы таким образом обеспечиваем полностью собственные инвестиции, вкладываем в район, в регион, обеспечиваем создание рабочих мест. На период строительства этого клоста рабочих мест, на период эксплуатации свершили 10. Мы пришли с большим желанием, потому что Башкирия – это один из тех регионов, который горячо поддержал развитие солнечной энергии, и особенно в тех местах, где есть энергодефицит, и есть возможность для промышленного роста. Это вот за Уралией и юг Башкирии. В завершении несколько слов о спорте. В Стерлитамаке завершилось открытое первенство города по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. Соревновались 140 файтеров из 8 команд Башкортостана. Кумертау традиционно представила сборная детско-юношеской спортивной школы. Первые места в своих категориях заняли Богдан Смирнов, Айбулат Багишаев, Данил Гельмуддинов, Лев Борисов, Игорь Шинкарев и Владислав Ионов. Всего кумертауста завоевали 6 золотых и 4 серебряные медали, а в общекомандном зачете заняли третье место. Помимо кубка команде вручили боксерские перчатки. И это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.